Мне замок. Мне мишка. Мне замок. Вика. Мне тоже замок. Мне цветочки. Замок. Алёша. Аня. Зима. Мне кружки грибы. Ему вообще фрукты понравились. Он мне сказал. Чайник виноград. А тебе? Замок. Так живо отреагировали третьеклассники 56-го лицея на экспозицию, представленную в Центральной библиотеке. Семья Зелениных обладает уникальной коллекцией фарфора, которой более 40 лет. В 1978 году отец Надежды Георгиевны Зелениной был в Сочи. И там впервые оказался на чайной плантации. Водушевленный рассказами об удивительных свойствах этого напитка, после экскурсии он пошел в магазин, где приобрел фарфоровый чайник. Именно это событие положило начало коллекции. А чайник получил название «Легенда спокойствия» в соответствии со свойствами чая. Говоря о выставке, предметы в витринах концептуально выстроены по временам года. Вы увидите, что идет по миру голубая весна. Вы заметили, что небеса стали голубыми. И вы услышите, как поет на утренней заре пастушь Ярожок. И в ответ ему тысячи метрелей откликаются птичьи голоса. А у вас есть в вашей коллекции любимый какой-то самый предмет? Конечно. Как же без этого? И даже не один. У меня есть любимый корейский чайник. Он абсолютно из белого фарфора, но покрыт коричневой глазурью. И эта глазурь переливается разными оттенками. А белый фарфор, который внутри чайника, он над глазурью как бы показывает такую кисть. Среди коллекционеров фарфора множество серьезных и деловых мужчин. Сергея Яковлевича новоуральцы знают как человека долгое время возглавлявшего прокуратуру. Столь творческое и тонкое увлечение открывает его абсолютно с другой стороны. У нас каталог чайников есть, который соответствует году приобретения, названию, заводу-изготовителю, поскольку у нас представлены практически в коллекции заводы-изготовители не только России, но практически заводы-изготовители мира. Коллекция семьи насчитывает более тысячи изделий. Главными ее атрибутами являются чайники. Многие приобретались в белом цвете и расписывались в индивидуальном порядке, например, расписанные по китайскому восточному календарю. Их, как и многих других экспонатов, очень много, поэтому на выставку отобрали лишь самые интересные экземпляры. А вообще Сергею Яковлевичу и Надежде Георгиевне есть еще много чего показать. Мне понравился чайник, он выглядит как башенка. Мне понравилось, все красиво, красочно. Чайники все красивые. В виде лимона и винограда. Так все замечательно, все красиво, очень-очень понравилось. Слов даже трудно подобрать от удивления, восхищения. Ну, красота необыкновенная, очень хорошо хозяйка тут сделала четыре стеллажа по временам года. И вот это так все интересно, все сделано. В некоторых семьях фарфоровые изделия передаются из поколения в поколение, как фамильные ценности. Чай – удивительный напиток. Он дает нам умиротворение и успокоение. Создает ауру добра. Именно такая атмосфера царила на выставке. Каждый на стендах увидит что-то свое. Благодаря сотрудничеству библиотеки с семьей, у жителей города появилась возможность прикоснуться к вечному и прекрасному. До 23 апреля каждый новоуралец может увидеть уникальную коллекцию своими глазами. Елена Мельникова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.